Итак, приступаем к практическому курсу, и первый видеоролик будет посвященный блокноту. То есть мы сейчас будем писать свой блокнот. Итак, кидаем компонент, который находится в Win32, называется он Lichelit. Мы уже работали с ним неоднократно. В свойстве Elegance ставим клиент. В свойство Vines выбираем Lichelit. Переход на вкладку в стандарт и кидаем компонент, который называется MainMenu. Мы с ним также уже работали. Делаем первую вкладку в файл. Вторая вкладка в правку. Третья вкладка там будет в хайл настройки. Четвертая папка в помощь. Так, в файле под вкладка будет у нас открыть. Вторая подкладка будет заходить. Третья подкладка будет у нас выход. В правке первая подкладка будет копировать. Вторая подкладка будет вставить. Третья подкладка будет у нас вырезать. Четвертая подкладка будет подкладка. Выделить все. Пока что и хватит. В настройке у нас будет выровнять текст по левому краю. Дальше выровнять текст по центру. По центру и выровнять по правому краю. В помощь мы уже будем выводить сообщения. А также вы можете создать новую форму. Что-то там написать. Или сотворить что-нибудь уже другое. Ссылку на сайт ДПГАМа или что-то подобное. Но мы сейчас будем приступать к вкладке файл. И кидаем компоненты. OpenDialog. SaveDialog. PhoneDialog. И CallDialog. Начинаем писать код. То есть. Переходим на вкладку файл. И подкладка отходила на ней обработчик событий. И пишем. If OpenDialog. 1. Execute. Then. Lichered. 1. OpenDialog. Lens. . WorldFromFile. И в скупках пишем. OpenDialog. Firm. В этом уже проходили неоднократно. В моем видеокурсе. Файл. Так. Дальше. Заходите. Я тут просто скопирую. Тут просто поменяю. SaveTo. Так. И поменяю. Вот тут. SaveDialog. Дальше прописан на кнопке выход. Это у нас свойство квоза. В папке копировать. Пишем. ReachEdit 1. Точка. Копи. Копи ту клипу. Борт. И. Дальше у нас. Ставить. ReachEdit 1. Пасты. FromClickBort. Вырезать. Точка. Cut. Копи. 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 Выделить все. ReachEdit 1. SelectAll. Дальше. Настройки. Выровнять. Текст по левому краю. ReachEdit 1. Точка. Параграф. Точка. Ligment. И. Присвое значение. То есть. Двое точное. Все равно. Это оператор присваивания. И. Пишем. Да. Left. Just. Аналогичный код. Пишем. Также. По центру. Только. У нас будет. О центрах. Такой же. Код. Пишем. И. По правому краю. Вместо. Это. О douze. Пишем. В помощь. Вы можете написать. Вывести сообщение. Вывести сообщение. что это блокнот своими руками например что-то так и запускаем проект то есть что-нибудь сейчас откроем опять перейдем на рабочий стул перейдем на мою папку документы на туды хотя очень хороший сайт по белфе открываем вольтех вот у нас все открывается копировать ставить у нас работает вырезать у нас тоже работает выделить все тоже работает дальше выравнивает по левому выравнивает по центру и выравнивает по правому тоже работает сообщение тоже выводится и выход работает что еще что еще можем сделать побольше шлейфтик то есть выделяем компонент решили таки компонент два раза выплываю такой обработчик ванчей и пишем речь идет один . фонд при свое значение а не . сайс при свое значение там шрифтика и будет 12 запускаем проект и смотрим у нас уже побольше шрифт дальше был разбираться с этими диалогами опять обращаемся к обращаемся к компоненту и ставим туда подкладочке цвет и шрифт цвет пропишем и в кого диалог один . и секьют зэн решилис один . кого и кого диалог один . кого дальше shift тоже самый практическим место кого диалог ставим фонд а сюда фонд 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 сюда тоже фонд это все так и фонд это решение . фонд а это тоже фонд вот нажимаем цвет у нас это будет работать и форму можно поменять или шрифт ну как у нас ничего написано сейчас мы напишем шрифт нашей может быть наклонный там почухнутый сейчас разрешение побольше сотворим так 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 сейчас а то есть размер нельзя поменять из-за того что у нас стоит в обработке событий вот этот код поэтому шрифт поставить нельзя вот у нас си си ся можно уже а менять текст можно уже не делать побольше подчелкнутый можно то что есть в этом диалоге компоненте то что и можно использовать то есть помощь работает ну в принципе и все вот и вам свой блокнот с свойствами смотрите мой последний видео урок с главой изучаем компоненты а именно на фильтром как их прописывать и файл нему обращаться как все сохранять это все это показывал сейчас я этого делать не буду а дальше этого это вы уже как то сами что я сейчас делаю я только поменяю капшина формы напишу просто блокнот своими руками и все а дальше вы уже как то сами вот и все что я хотел вам показать это очень интересно кстати очень легко и хорошо запоминается в голове встретимся в следующем уроке и удачи